Спикер Конгресса США Джонсон обнародовал предложение о военной помощи Израилю, Украине и Тайваню. Вопреки прежним планам, это будет отдельное законопроект для каждого из адресатов. Но это не означает, что Киев гарантированно получит американские деньги. Украина будет вынуждена уступить место в очереди Израилю и, вероятно, Тайваню. И успеют ли законодатели рассмотреть украинский пакет до очередных каникул? Большой вопрос объясняет журналист ВГТРК Валентин Богданов. Просочилось накануне вечером это в американские СМИ со ссылкой в том числе на Майка Джонсона. Но спикер сам Конгресса США больших подробностей не озвучил по поводу голосования. Это уже другие, кстати говоря, неназванные источники рассказали, что, дескать, будет предпринята попытка принять четыре аж разных законопроекта. Отказался Джонсон от идеи объединить все в одно. А на этом, кстати говоря, и настаивала администрация Байдена. Для них это ключевой момент. Они хотят, чтобы и помощь Украине, и помощь Израилю, и деньги для поддержки Тайваня выделялись все одним пакетом. Как это, собственно говоря, было проголосовано в Сенате. Джонсон, уступив, очевидно, правому крылу своей же партии, ищет здесь компромисс и разделяет их. Нет никаких сомнений, что израильский законопроект о помощи будет принят. Наверное, тайваньский тоже. Что касается Украины, тут есть вопросы, потому что перед тем, как появилась утечка о том, что этот законопроект будет до пятницы поставлен на голосование, появилось письмо от Freedom Cocos, это группа самых правоконсервативно настроенных республиканцев в Конгрессе, трампистов. Туда входит и хорошо нам известная Марджери Тейлор-Глин, которая уже обещала, если что, лишить Джонсона работы. Так вот, они все высказались категорически против того, чтобы вообще украинская помощь как-то голосовалась. Возникает, конечно, конфликт, непонятно, как Джонсон его разрешит. Пока, во всяком случае, были данные о том, что спикер настроен принять эти законопроекты, пользуясь шатким всего в один голос большинством республиканцев в Нижней Палате Американского Конгресса, в Палате Представителей. Но посмотрим, неизвестно, до какой степени Джонсона прижали из Белого дома, из администрации Байдена. Возможно, он и воспользуется голосами демократов. Правда, в таком случае, потом ему эти демократы нужны будут уже для того, чтобы спасать его самого от отставки. В любом случае, была услышана еще и идея Трампа явно, потому что сообщается также о том, что среди мер, так скажем, финансового возврата, здесь будет не только ленд-лиз, о котором говорил Трамп, но и процедура заморозки российских активов, так называемый законопроект РИПО. Ясное дело, что республиканцы тут играют свою игру, они тоже обостряют. Те же самые консерваторы, про которых я рассказывал, наверняка будут требовать от Джонсона, чтобы туда он еще и границу засунул. В общем, это оптимистичный прогноз, что на этой неделе это будет выведено на голосование. Возможно, будут контуры, но удастся ли это проголосовать? Большой вопрос. Да, важный фактор и важный момент. 18 апреля уходит Конгресс на каникулы. Журналист ВГТРК Валентин Богданов. В США нашли законопроекты, более важные для американцев, чем помощь Украине. Законодатели решают судьбу посудомоечных, стиральных машин и другой бытовой техники. Предложено сразу шесть законопроектов. В Штатах действуют строгие запреты на их использование в определенных случаях. Далеко не каждый американец может позволить себе установить посудомойку или стиральную машину. Тему продолжит Вера Десятого. На этой неделе законодатели Республиканской партии планировали провести то, что они назвали «неделей бытовой техники». Дело в том, что министр энергетики США недавно представила новые энергоэффективные стандарты для морозильных камер, посудомоечных машин и кондиционеров, которые, по ее словам, помогут резко сократить выбросы углекислого газа, а также сэкономят американцам миллиарды на счетах за коммунальные услуги. Эти стандарты вводятся для производителей техники, и то являются не обязательными, а рекомендательными. Те, кто соблюдают требования, получают бонусы и льготы от государства. Это не первая подобная инициатива. Она действует много лет, еще со времен Рональда Рейгана, и периодически стандарты пересматривают. По данным Минэнерго США, сегодня обычный новый холодильник потребляет на четверть меньше энергии, чем в 1973 году, а его емкость на 20% больше и розничная стоимость вдвое ниже. В целом, обычное американское домохозяйство экономит около 300 долларов в год на счетах за электроэнергию, благодаря внедрению стандартов. Республиканцы, как противники любых экологических инициатив, недовольны такой системой. Они разработали законопроекты с говорящими названиями «Закон о свободе стирки», «Закон о свободе холодильников», «Закон о доступном кондиционировании воздуха», «Закон о надежности сушилок для белья» и, наконец, «Закон о прекращении использования недоступных стандартов для посудомоечных машин». Все они примерно об одном и том же, что введенные стандарты энергосбережения экономически неэффективны и технологически невыполнимы. Их нет смысла соблюдать. Какие-то изменения или альтернативные варианты не предлагаются. Мало шансов, что эти законопроекты будут приняты. Их цель – скорее продемонстрировать противоположную точку зрения, дать сигнал избирателям о работе в этом направлении. Пока что республиканцам пришлось отложить обсуждение этих тем. В Конгрессе сейчас на повестке другой вопрос – Израиль и Иран. Судя по откликам в прессе и соцсетях, американцы не сильно разделяют протест республиканцев по поводу энергетических стандартов. Обычному гражданину эти нормативы никак не мешают, а иной раз даже помогают сэкономить. А что касается городских жителей, те и вовсе, как правило, не имеют посудомоечную или стиральную машину. В ряде случаев это запрещают арендодатели квартир, чтобы избежать протечек и замыканий. В целом такая практика складывалась годами и стала уже культурной особенностью и нормой. Все началось в 30-е годы, когда Аль Капоне нужно было отмыть деньги. Благодаря ему в Америке и появилось это выражение. Он создал огромную сеть прачечных с очень низкими ценами. И все оказались в выигрыше. Он получал наличность, граждане дешево и быстро стирали. До сих пор жители городов ходят стирать в прачечные, которые находятся на каждом углу, а иногда и в подвалах домов. Считается, что так дешевле. За счет экономии воды, электричества, пространства квартиры. А по социологическим исследованиям прачечные это не просто про стирку, а еще и про досуг. Там отдыхают от суеты, сменяют обстановку и знакомятся с соседями. Вера Десятого, Вести ФМ. Урсула фон дер Ляйен все чаще подвергается критике, что снижает ее шансы на переизбрание на пост главы Еврокомиссии. Так считают европейские дипломаты, пишет газета «Политика». Чиновники даже предрекают ей судьбу хромой герцогини. Шансы Урсула фон дер Ляйен на переизбрание в интервью. Наша радиостанция оценил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин. Он отметил, что несмотря на критику в свой адрес, немецкий политик может одержать победу при отсутствии более ярких и достойных конкурентов. Несмотря на критику в ее адрес, Урсула фон дер Ляйен может повторить феномен Макрона, когда при общей непопулярности, тем не менее, за него голосовали не потому, что он такой талантливый, динамичный, интересный, а голосовали против Марины Липен на президентских выборах во Франции. Какую мы сейчас имеем ситуацию? Урсула фон дер Ляйен, Европейская народная партия, на сегодняшний день в данном созыве, являющейся крупнейшей партией в Европарламенте, выдвинула ее на второй срок. Соответственно, в ней будут голосовать уже депутаты нового созыва Европарламента, которому предрекают изменения в своем составе. Ожидается, что количество евроскептиков, ультраправых партий, фракций идентичной с демократией может подрасти, где-то составить до 25-27% от общего числа. Но может получиться так, что фигура Урсула фон дер Ляйена может стать компромиссной для центристов из Европейской народной партии, для умеренных левых социал-демократов, возможно, для зеленых. Если это произойдет, то у Урсула фон дер Ляйена есть шанс остаться в своей должности. Если, например, те же социалисты выдвинут какую-нибудь харизматичную фигуру, которая будет действительно интересна, но пока что на горизонте таких я не вижу, то тогда возможно, что Урсуле фон дер Ляйен придется уйти. Но сейчас у нее фактически единственный козырь в рукаве – это то, что действительно она может себя позиционировать как некий барьер от наступающих евроскептиков. Поэтому на самом деле полностью списывать ее я бы еще пока не стал. Все покажет непосредственно расклад фракционный и насколько конфликтным будет альтернативный кандидат от тех же социалистов. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин. Возможный ответный удар Израиля по Ирану и потенциальное начало еще одной войны перенесли на следующие выходные. Об этом сообщило правительство Израиля. Но риторика звучит все менее воинственная. Израиль будет воевать с Ираном один, если решится на ответный удар. Об этом со ссылкой на источники сообщил американский телеканал ABC. Давний союзник охладел к нынешней администрации Израиля из-за операции в Газе. В Вашингтоне считают, что власти Израиля зашли слишком далеко. Израильтяне после такого заявили, что будут действовать мудро, а не на эмоциях. О развитии событий и спорах вокруг нового витка противостояния в материале Александра Ельшевского. Улицы ночного Тегерана. Людей столько, что складывается ощущение всенародного праздника или каких-то гуляний. Машины и мотоциклы сигналят. У пешеходов в руках национальные флаги и знамена корпуса стражи Исламской революции. Синее поле и золотая рука, сжимающая автомат с надписями на фарси. Улицы рады удару по Израилю и не боятся возможного ответа. Пока дипломаты по всему миру пытаются предотвратить, возможно, самый крупный конфликт на Ближнем Востоке за последнее время, здесь нет места страху, только торжество и предвкушение победы. На другой стороне, в Израиле, тоже настроены решительно. Ответный удар уже анонсировал начальник генштаба Цахала Герцих Алейви. «Иран столкнется с последствиями своих действий. Мы выберем соответствующий ответ. Цахал готов противостоять любой угрозе». Вариантов действий множество, и среди них рассматривается нападение на иранский объект, которое отправит сообщение Тегерану, но не приведет к жертвам. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника. «Израильские официальные лица понимают, что это будет трудная задача», — добавил чиновник, говорится в статье. Со стороны МИДа Ирана уже поступило предупреждение, что Тегеран вполне может провести гораздо более серьезную атаку, причем используя такое оружие, которое не применял до того. И этому в Западном Иерусалиме явно поверили. «Иран не стремится к эскалации напряженности в регионе, и, подтверждая свою приверженность принципам и целям Устава ООН и международного права, Иран примет более жесткие меры в отношении любых действий Израиля по пересечению красных линий Ирана на любом уровне». Эскалации конфликта и еще одной крупной войны уже на Ближнем Востоке сейчас опасаются за океаном. Вашингтон, как главный союзник Израиля в частном порядке, уведомил еврейское государство, что в случае нанесения ответного удара по Ирану, он будет делать это в одиночку. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на источники. В Вашингтоне явно недовольны тем, что творит Цахал в секторе газа в частности и общей самостоятельностью в целом, которую в последнее время проявляет администрация Израиля. Но и масштаб возможной войны выходит далеко за пределы разумного, тем более, что регион уже лихорадит и обстановка наколена до предела. Как ранее сообщала телекомпания NBC со ссылкой на источники, американские официальные лица ожидают, что военный ответ Израиля, скорее всего, будет включать удары по иранским военным и тем организациям, которые Тегеран поддерживает за пределами Ирана. По данным NBC ожидается также, что ответ Израиля будет ограничен по масштабу. В подтверждение этому вышло заявление премьер-министра страны Бенемена Нетаньяху. Он сказал, что Израиль ответит на атаку Ирана мудро, а не на эмоциях. Вероятно, речь идет о комплексных мерах, в том числе экономического характера, что, впрочем, не станет сюрпризом для администрации Ирана. Национальные СМИ уже цитируют президента республики Раиси по этому поводу. Президент заявил, что враг будет стремиться подорвать экономику Исламской Республики и ухудшить жизнь людей. Он также призвал к бдительности, удвоению усилий и координации действий между органами управления и исполнительной властью страны для нейтрализации подобных провокаций. В любом случае, все ответные действия Израиль отложил до грядущих выходных. Тогда и выяснится, насколько сильно готов рисковать и поднимать ставки западный Иерусалим. Александр Ельшевский, Вести ФМ. Первые о главном. Вести ФМ.